Нет жертв, нет геноцида. В Чечне нет ни одного массового захоронения русскоязычных людей, русских людей, которые бы погибли не от российских бомб и от российских арт-ударов. Таких, конечно, есть. У нас во дворе, допустим, есть такие погибшие русские люди, но они погибали именно от бомбардировок, от артиллерийских ударов, так как бомбы и артиллерия, они ведь не выбирали, кто русский, кто чеченец. Понятно, что они всех нас накрывали. Томсо, когда ты отрицаешь геноцид русских в Чечне, ты приводишь абсурдный аргумент, мол, у вас с соседями были хорошие отношения, ты правда думаешь, так хорошо было бы во всей республике? Никогда это не было моим основным аргументом. Это скорее уже после того, как аргументы высказываются, после этого уже как добивное, добивное, как бы, да, я говорю, ну и, собственно, мой личный опыт, да, и рассказываю о том, что были хорошие отношения. А так, основным аргументом всегда в пользу геноцида являются доказательства того самого геноцида. Это в первую очередь жертвы. Нет жертв, нет геноцида. А в Чечне нет ни одного массового захоронения русскоязычных людей, русских людей, которые бы погибли не от российских бомб и, там, от российских арт-ударов. То есть, таких, конечно, есть. У нас во дворе, допустим, есть такие погибшие русские люди, но они погибали именно от бомбардировок, там, от артиллерийских ударов, так как бомбы и артиллерия, они ведь не выбирали, кто там русский, кто чеченец. Понятно, что они всех нас накрывали. И у меня, допустим, учительница, моя классная руководительница, она погибла именно от бомбардировки, от авиационного удара. Моя соседка, тоже русская бабушка, сгорела, опять-таки, от ударов артиллерии прямо у себя дома. А вот именно результатом какого-то геноцида, то есть, чтобы были жертвы, чтобы были захоронения, которые были бы обнаружены, задокументированы, такого нет. Это самый главный аргумент. Также нет ни одной, не то что международной правозащитной организации, но даже российской правозащитной организации, которая бы зафиксировала факт геноцида русского населения на территории Чечни. Ни одной, нет ни одного такого доклада. Все то, что говорят о якобы геноциде русского населения, это какие-то сомнительные каналы в Ютубе и какие-то комментарии. Ну и статьи, может быть, там на каких-то сайтах, опять-таки, сомнительные. Вот это все, все свидетельства геноцида. И еще самое интересное, что о самом геноциде русских, так называемом, да, геноциде русских людей в Чечне заговорили далеко после окончания первой российско-чеченской войны. Когда солдаты, когда вообще входили российские войска на территорию Чечни впервые в 1994 году, нигде в мотивации этой войны не было вот этого геноцида. Об этом заговорили только во время уже второй войны, когда нужно было второй раз начинать войну, когда второй раз заходила российская армия. Тогда и появились разговоры о геноциде, который якобы был совершен еще тогда, до первой войны. Удивительная, да, вещь? Как так получилось? Ах, лукавый, говорит. Значит, чеченцы не убивали русских, и 300 тысяч не были выгнаны из своих домов? Нет, князь Милосердный не были, никто из своих домов выгнан не был, и чеченцы не убивали, как ты говоришь, русских, кроме тех русских, которые с оружием в руках, в составе российской армии, пришли на нашу землю нас убивать. Да, вот этих, конечно, и русских, и хантов, и манцев, и якутов, и алтайцев, и татаров, и башкиров, и всех, кто был в этой российской армии, у нас их убивали, с ними воевали, сражались. Таких русских, да, может быть, убивали. А вот мирных жителей наших городов, наших сел никто не убивал. За исключением каких-то, может быть, бандитских моментов, которых было полно и в самой России, это все-таки были 90-е, как вы помните, лихие 90-е. Но так, чтобы у нас власть геноцидила русских или нерусских людей, такого не было. Наоборот, на тот момент Дудаев даже издал указ об отдельном, то есть именно русских людей упомянув их, чтобы этот слой населения был защищен. Дудаев такой указ даже издавал, учитывая, что чеченцы имеют все-таки очень тесную родственную связь, родственные связи, и у нас нельзя просто так человека убить и остаться безнаказанным. Но раньше нельзя было, сейчас это понятно, представители российской власти у нас, конечно, безнаказанно убивают сейчас чеченцев, но раньше так нельзя было. За любого убитого чеченца сразу же вставал его рот, это была кровная месть. И вот этот промежуток, когда был бандитизм, развал, перестройка, и тогда именно русское население оказалось под угрозой, так как у них не было вот этих родственных связей, кровной мести, и они были для бандитов, они были более легкой такой добычей, мишенью. И Дудаев тогда издал указ, чтобы именно этот слой населения был защищен отдельно. «Российское правительство говорит о геноциде русских в Чечне, чтобы скрыть огромное количество русских, которых они убили во время штурма Грозного». Здесь самое интересное, что российское правительство это не говорит. То есть это не официальная позиция даже российского правительства. Все, кто это говорят, это какие-то сомнительные каналы, может быть, в YouTube какие-то там на каких-то сайтах и комментарии максимум. Официально такого заявления от российского правительства тоже нет. Почему вы делаете видео на русском, а не на своем историческом языке? Чтобы ты, дорогой друг Владимир Дмитриенко, понимал меня, если я буду говорить на своем языке, ты не поймешь. А для меня важно, чтобы и ты, и огромное количество людей, говорящих и понимающих русский язык, чтобы они знали о том положении, которое у нас сегодня имеется в Чечне. Для меня это важно, чтобы не только мой народ об этом знал, а чтобы вы тоже это знали. Так как вас вводят в заблуждение, ваша пропаганда вам рассказывает неправду об этой войне, о положении сегодняшнем в Чечне. Вам говорят неправду. Я хочу, чтобы вы знали правду. Поэтому я жертвую вот этим своим языком, так скажем. Я говорю на вашем языке, чтобы вы это понимали. Авентрис. Тумсо, привет. Я по национальности украинец, но живу в России. Можно ли мне изучать чеченский язык? И если можно, то где? Удачного стрима. Привет, Авентрис. Конечно, тебе можно изучать чеченский язык, то тебе запретит это делать. Если тебе это интересно, то изучай ради бога. Но вот где ты можешь это сделать, я тебе, честно говоря, не подскажу. Так как не знаю, есть ли курсы обучения чеченского языка и где они есть. Понятия не имею. Субтитры создавал DimaTorzok